самое главное мне потом не забыть сохранить так всем добрый день коллеги ждем присоединившихся ну чтобы присоединялись и наши мастера я хотела бы вам задать вопрос для начала кто у нас здесь больше эстетистов или есть подологи уже которые занимаются так у нас время 3 мы можем принципе девочки присоединяется мастера присоединяется и давайте мы тогда начнем приступим эфир будет сохранен кто не успеет присоединиться сейчас посмотрит записи разрешите мне представиться меня зовут дарина я практикующий подолог инструктор как преподаю также и практикую у меня очень много клиентов с проблемными ногтями а также с деформированными так деформированные в руши ногти у нас сегодня будет прямой эфир на тему установка титановой нить и будем работать с деформированным ногтем я вам расскажу на эфире что же такое деформированный что такое брошь и ноготь да немножко теория титановой нить как она работает для чего она нужна и потом покажу на модельки как правильно устанавливать мы сегодня разберем классику хорошо я покажу как устанавливаю ее я ну и сделаем педикюр одного пальчика мы должны будем девочки с вами уложиться всем всем привет уложиться в час давайте приступим не будем терять время и так у меня будет не будет моего лица я больше вам буду показывать слайды до которые я подготовила для прямого эфира вы должны будете скринить это чтобы не забыть очень будет хорошо если вы сделаете домашнее задание запишите себе конспект зададите мне вопросов и если вы отработаете эту технику тоже то если вы мастер эстетист то уже просто в добрый путь вы можете приступать установки титановой нити и так давайте приступим сейчас я переверну камеру это возможно же да так начнем тут я вот подготовила для вас немножко что чтобы вы понимали что такое артенексия кто уже у нас учится на подологов до либо только начинает учиться на подологов вы должны знать что такое артенексия для чего нужна коррекционная система что необходимо для установки титановой нити и ну то есть подготовка и демонстрацию все это я вам сегодня покажу итак наука артенексия на сегодняшний день она является альтернативой хирургическому вмешательству при лечении вросших ногтей она безболезненно ею могут заниматься мастера педикюра и подологи если грамота подойти к лечению определенного случая все случаи бывают разные и вот когда к вам придет клиентка да вы должны в первую очередь понять какой же у нее ноготь вросший или деформированный вот смотрите я вам сейчас покажу вот такую картинку здесь два ногтя если кто-то уже встречался до эфир будет сохранен если кто-то уже встречался с подобными проблемами вы можете видеть и сказать мне на каком и на какой из фотографии у нас вросший а на какой у нас деформированный ноготь вот эти два понятия вы должны хорошо отличать девочки жду можете давайте я вот так вот вам покажу вот этот вот эта фотография это вросший а вот это вот это деформированный то есть вросший по медицински он называется онихокриптоз то есть у нас есть воспалительный процесс и есть у нас грануляция до вот доставляет боль когда клиент приходит к вам с этой проблемы вы должны знать раневой процесс должны знать как справиться с данным а в данном случае вы должны удалить то есть убрать сделать резекцию вот этой к краевую резекцию вот этого сегмента потом у вас начнется стадия заживления вот эта грануляция должна засыхать высыхать это называют еще диким мясом и после этого мы устанавливаем коррекционную систему а вот здесь вот у нас уже идет деформированный ноготь дам тоже клиент жалуется на боль в боковых пазухах но вырастание здесь нету здесь прям вот прямые показания к установке титановой нити если здесь будем работать 2 стадии здесь в одну стадию с работы и так чтобы помочь клиенту мы должны будем понять что же у него деформированный и вросший ноготь причины вросших ногтей бывает врожденные неправильно подстриженный то есть шип неправильное выполнение педикюра тоже также и постоянная травмация то есть если клиент ходит в обуви узкой а также если у вас есть спортсмены без конца стукует палец если ноготочек тоненький будет вбиваться в мягкие ткани а деформированный ноготь у него бывает инфекционные причины то есть нужно исключить грибок из-за внутренних заболеваний здесь у нас идет щитовидный гормональный сбой может быть физическая причина это когда тоже играет футбол либо волейбол до спортсменов очень много и нехватка витаминов вот здесь вот я вам покажу видите броши ноготь удалили сегмент и сразу же показанию к установке титановой нити нам нужно вытащить у клиента выпрямить вот этот вот край но одной установкой титановой нити здесь не обойтись и нужно обязательно смотреть ортопедию отправлять к ортопеду и может быть возможно меж пальчиковый разделитель вот вы когда устранили грануляцию убрали в росший сегмент вам нужно будет подготовиться установки титановой нити вот этот файл вас я прошу заскринить сейчас кто начнет заниматься это то что вам необходимо для покупки чтобы не тратить лишние деньги и не покупать то что вам не нужно то есть вам нужно будет полимеризационная лампа вот такая вот видите вот такая вот полимеризационная лампа потом вам нужны будут нити двенадцатого четырнадцатого и шестнадцатого размера вот такие вот я вам тоже покажу у нитей обычно вот здесь размеры 12 14 и 16 размер они различаются по диаметру то есть 16 будет самый толстый толстый толстенькая нить двенадцатую мы будем с вами устанавливать на детские подростковые ногти то есть тоненькие а 14 она самая популярная нить и самая быстро расходуемая ее сразу можете купить без нее никак 14 нить она вообще-то ставится на стандартную ногтевую пластину вот это тоже за скриньте обязательно приобретите 14 должна быть у всех обязательно 12 ну а 16 здесь на ваше усмотрение если будет грифозные ногти то конечно же приобретайте следующее что вам нужно будет это вам нужно будет адгезив от владмивы и композит я покупаю вот такие вот владмива можно у них прям на сайте приобрести очень хороший и вот такой вот композит текущий композит я беру себе прозрачный написано а вы можете купить себе разных цветов вот это вот буковка а3 а2 а6 это отвечает за цвет композита но это пломбы то есть лет лампу которая вы используете она при покрытии гейлака такую нельзя вы должны будете точечно это все наносить и композит полимеризовать вот а3 а4 это будет отвечать за цвет композита вам нужны будут также вот такие вот кусачки у меня кусачки берхольд да это для проволоки кусачки которыми вы кусаете состригаете свободный край они не подойдут вам нужны кусачки для проволоки по работе с металлом вот это вот самое то что нужно будет вам ну и конечно микробраш сейчас я вам покажу мне ездить микробраши для чего вам нужны будут микробраши вот вот такие вот микробрашки очень удобно с ними работать композит не ватными дисками хорошо мой палочками и так вот когда вы вот это вот все прикупите давайте теперь разберем как нам устанавливать титановую нить и почему же мастера так любят текучести средней текучести ну вот вы прям можете записать вот сфотографировать вот этот вот композит и прямо у них на владмиве купить не ошибетесь и годность он средний текущий так теперь по поводу титановой нити почему же мы ее очень любим и почему мы с ней работаем если вы увидите все подологи в основном первое что начинает эта работа с титановой нитью она эта проволока очень пластичная она что нам хорошо для нас это того что она имеет память она возвращает ноготь она работает на ногти и возвращает ноготь тянет его за собой то есть у нее отсутствует срок эксплуатации она супер эластичный гипоаллерген на антикоррозийные свойства и еще что хорошо что она не вызывает аллергии у клиентов то есть она совместима с тканями организма то есть кожи ее можно устанавливать на ног на ногти любых размеров и так сила воздействия ногтевой титановой нити на ногтевую пластину а чего же будет зависеть во первых будет зависеть от перевернуть телефон так будет виднее слайд вот так вам сила воздействия конечно же в первую очередь зависит от диаметра проволоки то что я вам сейчас показала да то есть 12 14 16 а также от длины проволоки чем короче плечо тем сильнее выравнивание ногтевой пластины то есть здесь мастер уже будет смотреть сам по показаниям деформации пластины как ему устанавливать либо у него плечо будет длинная когда мы устанавливаем да на всю ногтевую пластин давай сейчас вот я вам вот так на модельки покажу модельку меня расслабилась так там держатель вот мы сейчас посмотрим вот видите как у нас вырастает ноготь то есть деформированный я буду видеть вот мне нужно будет поставить и пластину с этого края до этого края чтобы выпрямить да а бывает деформация односторонняя то есть тогда я буду ставить от серединки до вот этого края это сейчас я вам тоже все наглядно покажу то здесь уже мастер будет выбирать сам насколько ему какое плечо создавать насколько длина нити нужно будет всегда учитывайте эти две эти две силы и так подготовка ногтевой пластины нам очень важно чтобы подготовка ногтевой пластины было вот такой вот последовательности вы хоть меня попросили первым давайте вам переверну то мы скачем с этим экраном чтобы пластина у нас не отскочила не было таких вопросов почему у клиента не держится да то вам нужно будет хорошо ее подготовить перед креплением нужно будет место где вы будете устанавливать насухо обезжирить хорошо прямо обезжирить там где будет наноситься полимер это я все сейчас покажу на модельки вы должны будете пройтись и фрезой как бы взрыхлить кожу после этого мы наносим адгезив полимеризуем его где-то минут пять секунд не видно все в зерне а так виднее вот и после этого мы наносим титановую нить я не знаю как вам держи было не чтобы было видно вот так вот девочки так видно вот так вот можете тогда скринить вот здесь вот тоже это все обязательно самое важное это подготовка ногтевой пластины так заскринили все это я вам покажу конечно теория немножко сложно нужно всегда смотреть на практике все сейчас покажу на практике во крепление титановой нити у нас бывает трех видов при боковом одностороннем врастании это когда один конец титановой нити крепится в медиальной зоне вот одностороннее боковое вырастание вот здесь вот деформации видите здесь ноготь плоский а с этой стороны у нас уходит в бок то есть вырастает деформация у нас с этой стороны то мы крепим нить в медиальной зоне и на край то есть здесь плечо видите какое короткое и на вы наивысшая ее точка будет вот здесь вот посередине сработает вот так и вот так и вытянет нам этот угол смысл устанавливать здесь титановую нить на всю длину вот так не имеет не имеет смысла вот такой вид второй вид врастания это когда у нас растает в дистальном крае клиент жалуется что вот эти вот уголки у него вырастает и у него бесконечный дискомфорт здесь тогда мы ставим такую вот у-образную титановую нить и поднимаем вот эти вот края ну и самое классическое это когда приходит не бойтесь это установка титановой нити это не страшно самое главное понимать и устой и классическая установка когда мы ставим такую прямую дугу на весь ноготь вот пришел вам клиент деформированный вы установили одну дугу и вторую у него исправится ноготь титановая нить будет вести его за собой это двухстороннее вырастание и вот ставится еще такая вот v-образная титановая нить такая вот как омега ее еще называют когда нам нужно высвободить высвободить вот этот вот край усики кончики титановой нити говорят о нам о том что мастер хочет вытащить вот этот вот край вытянуть вот этот вот край а вот это вот будет как рычаг вот это вот плечо рычаг вот здесь вот просто сила крепления будут работать два вот этих плеча сейчас давайте еще мы с вами рассмотрим противопоказания к постановке я сейчас на все вопросы девочки ваши отвечу противопоказания тоже есть противопоказания к установке титановой нити это воспаление то что я вам говорила если у нас в роши нокой да идет вы должны сначала снять воспаление когда уже грануляция пройдет клиент приходит вам на повторный прием приходит на повторный прием и вот тогда вы уже отодвигаете тампонодержателем кюреточкой боковой валик и смотрите куда вам заводить титановую нить как но можно глубже то есть противопоказания к постановке это воспаление они хомикозы на грибковые ногти мы не устанавливаем титановую нить а не холизис титановый нить при неправильной установке сама может создать а не холизис если мы будем работать с драй то с к скобой фрезера да и клиенту будет больно вы не сможете завести крючок под ноготь в титановой нити то клиент наоборот в титановой нити клиент не почувствовать никакой боли потому что это клеевая система и соответственно он не может вам сказать больно ему либо нет если вы неправильно установите неправильно выберите диаметр нити то через какое-то время у него возникнет а не холизис поэтому и на а не холизис не ставим и правильно выбираем диаметр титановой нити онихогрифозные ногти когда приходят с утолщением на такие ногти на них а грифозные прежде чем ставить я сначала спиливаю верхнюю часть слой и только потом я уберу 14 диаметр и устанавливаю онихогрифозные ногти даже шестнадцатая нить будет тянуть очень тяжело это тоже имейте ввиду сначала подпилите ноготь толщину ногтя ну и конечно любая них и дистрофия онихо рексис онихо шизис и они тоже являются противопоказанием слабые ногти слоящиеся ногти на такие не ставим титановой нити и конечно же если клиент игнорирует ваши рекомендации а рекомендации в установке могут быть следующими если вы видите что деформация произошла из-за того что он носил узкую обувь вы установили титановую нить он должен носить более широкую обувь то есть обязательно смотрите на его обувь а также на его носки здесь тоже это очень важно если будет также продолжать носить узкую обувь то снимите титановую нить ноготь вернется в исходное положение сейчас давайте я быстро отвечу на ваши вопросы если они возникли вот и после этого мы перейдем к практике и я покажу вам что нужно для установки ну не что нужно как устанавливать титановую нить блин кажется так сложно очень интересно можно сразу две дуги можно ли устанавливать сразу две дуги да можно почему сейчас я вам покажу вот например сейчас переверу камеру вот например у такого деформированный ноготь видите он скручивается по всей длине бокового валика то есть клиенту дискомфорт уже вот тут вот идет как мы будем устанавливать титановая нить при установке работает на высоту где-то 2 миллиметра и вниз где-то 2 миллиметра то есть вот на такую ширину он будет высоту вот работать то есть если я вижу что скручивается весь ноготь то я могу установить одну титановую нить больше к максимальному валику к зоне роста да а одну уже вот потому что ей максимально больно вот здесь вот здесь стабильная часть мы ничего не можем срезать вырезать то я одну уже устанавливаю ближе к свободному краю и они две хорошо сработают и уже через месяц мы увидим динамику но здесь есть такой один минус сразу вам оговорю кто начнет работ с титановой нити чем быстрее мы видим динамику тем быстрее ноготь вернется в исходное положение это тоже есть это нужно учитывать поэтому дайте лучше титановой нити немножко подольше поработать так через какое время нужно нить снимать ну нить снимать нужно через месяц клиент вам должен прийти и вы должны посмотреть на динамику это обязательно если вы видите что динамик у него положительная и коррекции еще пока не требуется можете отправить клиента на второй месяц сноски этой титановой нити если вы видите что ноготь уже вышел то можно сделать коррекцией и укрепить немножко длиннее нить зайти за вот эти края предыдущей установки как часто менять нити ну в принципе я уже ответила это как часто менять нити месяц-два некоторые клиенты у нас ходят и по полгода с нитями но если они будут так долго ходить с нитями то у них могут ноготь может выдернуть нить выдернет еще вот один такой вопрос у меня был ну не у вас сейчас прямом эфире а до как-то мне ученица задавала можно ли делать коррекцию титановой нити и сколько за это брать денег смотрите вот вы установили титановую нить да вот этот вот отрезок кусочек клиент проносил месяц и вы хотите поднять эту нить немножко выше над ногтем то вы можете убрать этот кусачками срезать вот этот вот полимер и эту же нить установить выше и соответственно за это взять за коррекцию немножко меньше денег то есть вы нить просто немножко поднимите наверх такие случаи тоже бывают а если ноготь при коррекции вот вы установили ноготь вот такой вот изогнутый да а при когда он начинает выпрямляться вот здесь вот у нас еще появляется свободный край то конечно же коррекцию нам нужно делать вот сюда глубже то есть длина нити уже должна быть другой так сколько же у меня таких клиентов но вам просто повезло нужно идти в патологии устанавливать титаны нити почему ноготь так сильно скручивается ногти так сильно скручивается по причине то что клиенты носят узкую обувь это во первых а во вторых на гормональном фоне если вы заметите скрученные ногтями владельцы скрученных ногтей это уже женщины кому за 40 большинство есть очень редко когда молодые молодые это вот только то что она уносила узкую обувь неправильно да есть же малость и пальчик со временем ноготь деформировался но также есть на гормональном фоне когда изменение гормонов пьют щитовидной железы это будут ваши постоянные клиенты потому что это практически не излечимое заболевание врачи им прописывают препараты они пьют а наше дело поддерживать ее ноготь в состоянии до чтоб он не скручивался так сложно когда вы только войдете в эту тему немножко сложновато а когда вы будете уже работать и принимать клиентов вы увидите насколько вы начнете разбираться насколько некоторые моменты будут очень легкие через какое время можно менять это я уже ответила омега да это то что как говорится о-образная омега титановой нити не думала что так будет интересовать патологии патологии сейчас очень много клиентов с патологическими проблемами потому что все сейчас покупают обувь носки маломерят у многих сейчас есть дресс-код который обязывает одевать узкую обувь и поэтому у них ногти скручиваются многие устанавливают только одно а со временем переустанавливают да есть и такие варианты здесь уже только на решение мастера мастер сам решит устанавливать сколько нити нужно установить том или ином случае так скручивается за узкую обувь только учусь очень сколько носится до коррекции так если у клиента скручивание и анихолизис девочки если у клиента будет скручивание и анихолизис вы должны понять причину анихолизиса а причину анихолизиса 5 5 причин первое это грибковые инфекционные заболевания да на бактериальные если вы если клиент вылечит это заболевание то у него конечно же анихолизис пройдет на грибковые ногти титановую нить не ставим если мы будем говорить вот это предположим большой палец вот это второй палец до ноги и он у него вот идет вот такая вот деформация наложение второго пальца на первый то конечно же у него здесь они будут симметричны на двух ногтях на двух ногах правой и левой и если вот так а вот такое вот скручивание вы говорите да здесь уже ноготь деформированный анихолизис то здесь ортопедия здесь нужно межпальчиковый разделитель обязательно клиенту советовать ставить вот сюда да мишка не так покажу межпальчиковый разделитель а вообще обратиться к ортопеду сделать стельки и конечно же поменять обувь у каждого клиента девчонки смотрите у каждого клиента почему происходит то или иное заболевание разные причины их нужно найти так противопоказания покажите еще раз вы бы заскринить так противопоказания пожалуйста покажу вам переверну вот противопоказания видите все заскринили пойдем дальше у меня звук отстает это наверное не знаю почему слышно да со звуком все порядке а когда ставим а когда ставим образно мы ставим две нити и соединяем в одной точке или заворачиваем титановую нить мы когда будем устанавливать но это вообще-то на курсах проходится когда вы будете устанавливать у-образную титановую нить вот она да титановый нить имеет память как вам показать видно вот так вот вот видите вы ее никогда не согнете она будет так вот выпрямляться то есть вы замеряете ноготочек у клиента как вы будете ее располагать создаете вот эту вот омегу вот так вот вот так вот создали омегу вот здесь вот закрепили сначала два кончика и после этого только положили вот так вот на ноготь вот вот так вот устанавливается у-образное или омега на титановой нити так надеюсь ответила на ваш вопрос понятно все нормально и видно так как выберут диаметр так как выбираем диаметр титановой нити на детские тоненькие ногти мы ставим 12 чем тоньше ноготь тем меньше диаметр пластины то есть диаметр вот этой нити на обычно это ставится на детские ноготочки молодые ноготочки на стандартные ногти ставится уже 14 нить и 14 она будет у вас самая ходовая у нее диаметр она уже более толще и более сложнее сгибается и она когда будет вести за собой ноготь она его не выдернет а 16 диаметр ставится практически очень редко потому что это очень толстый диаметр большой на грифозные ногти он ставится то есть его расход практически минимальный как убрать грануляция ходим месяц к подологу а прогре прогрева 0 а ну а динамики 0 как убрать грануляцию пока у вас есть в роши сегмент то есть есть угол ногтя в мягких тканях у вас будет грануляция когда вы и сечете то есть вам подолок уберет до конца ноготь после этого ну край ногтя который не полностью он выдирает до уберет этот растающий сегмент и после этого вы грануляция начнет засыхать обычно при грануляциях я работаю следующим образом я иссякаю сегмент все дезинфицируя обязательно у меня есть хлоргексидин у меня есть бит-1 да кажется он называется который коричневый йод но вместо йода давай я покажу вот такой вот бит-1 у меня есть это обязательно вот когда я хлоргексидин чекам прошла все обеззаразила туда заливая хлоргексидин бит-1 еще раз чтобы прозинфицировать и на дом я назначаю квасцы жженые квасцы есть такой препарат и вы должны присыпать его через три дня грануляция начинает высыхать и может быть квасцы то девочки вам квасцы показать что такое чтобы вы понимали что такое квасцы я просто немножко нервничаю не вижу ваших лиц вот такие вот квасцы жженые в аптеках покупает сам клиент и присыпает на грануляцию грануляция она высушивается и покрывается такой корочка это корочку потом можно хлоргексидинчиком замочить через два-три дня и и аккуратненько снять и вы увидите что грануляция она высохнет под ней подсушит кожу и после этого уже здоровую кожу боковой валик можно отодвинуть и посмотреть что у нас там дальше идет с деформацией ногтя насколько глубоко он уходит потому что пока валики воспаленные лезть туда и доставлять и так больной но как ну то есть и так болит а вы еще будете туда там по надержателям куретка лезть не следует хорошо сначала грануляции смотрим убран ли сегмент до конца нужно ли переостанавливать нить или ждать когда дорастет почти до конца нужно если вы видите что нужно значит нужно так девочки мне подсказывает 25 минут у нас осталось а что с носками носки могут быть маленькие давить особенно колготки 40d стоимость набора стоимость набора она валирует но где-то сразу рассчитывайте на 20 тысяч рублей можно презентацию после эфира напишите мне в личку может быть скину вам постараюсь это сделать а сколько ходить может титановой нить я уже сказала по размер так давайте тогда у вас пошли вопросы уже одни и те же давайте перри перейдем к модельки да это более интересно если у кого-то будут вопросы ко мне лично всегда можете задать ко мне на дарина . подолок на моем профиле я всегда отвечу так только вопросы должны быть конструктивные по определенным случаям вопрос подскажите что у меня клиента и нет фотографий так не отвечаю не знаю потому что так перевернем вот у нас моделька давайте начнем все делать вот у меня моделька клиентка мучается срочно ногтем у нее постоянно болит он на одной у нас установлена драй то вот видите она ей выпрямила ноготочек один мы оставили вам специально для прямого эфира потом такие уберем вот эту влагу кюреточкой я обязательно смотрю вот видите толщина ногтя у нее толстенькая ну то есть уже утолщенный слой поэтому что я буду делать я немножко ей толщину ногтя подберу и я смотрю вот здесь вот насколько глубоко уходит ноготь и где и доставляет боль так вам где больно но она здесь уже наверно уже срезала себе видите вот здесь уже она ковыряет потому что ей больно а вот так посмотреть вот у нее откуда начинает вырастать вот видите больно и также мы смотрим с этой стороны видите насколько скручивается ноготок туда идет глубина мы сейчас уберем когда срезаете длину всегда пальчиком большим придерживайте пожалуйста потом я беру фрезу барабан сейчас мы быстренько выполним педикюрчик но обработать барабан я держу прямо вот так нам здесь не нужно открывать никакие пазухи под ногтевые карманы и сразу прохожусь по свободному краю если будут у кого-то вопросы можно сразу читать движение должны быть и такие поступательные мы же клиента должны отпустить с красивым ногтем правильно вот это уже считается такой грифозный ноготь утолщенный после этого я беру такую вот фрезу твердосплаг прямого сечения кто спрашивают а для ванночек квасцы подойдут какие-то алюмистентные ну какие-то да да подойдет если вы не можете найти в аптеках подойдут но лучше конечно жённые квасцы просят почему-то включить комментарии наверное не видно да ну давай конечно видео четко видно но мне по крайней мере пальцы чем чем обрабатывали перед процедурой что за барабан антисептики что за барабан антисептики барабан немец сейчас покажу это немецкий комментарий не мешает все видно вот я аккуратно вот здесь вот видите у нее была такая ступенечка мне нужно ее аккуратно загладить вот какие-то обезболивающие нет только разговариваю с клиентом успокаиваю его говорю как все хорошо какая она молодец умница что ей больно не будет ну то есть уже совсем не больно и да это совершенно безболезно даже при резекции вросшего ногтя тоже не больно до какой толщины истончаем ноготь ну вы будете видеть вот смотрите ну где-то может быть два миллиметра чтобы вы помните ноготь какой был до этого да толстенький вот я его истончила сильно очень сильно прям не истончая до тоненького всегда ли вы устанавливаете тампонаду и в каких случаях ну если здесь вот болевой синдром остается то есть я устанавливаю ей устанавливаю тампонаду для того чтобы стать патологом нужно медообразование нет не нужно если нужно медообразование тогда сами себе просто ответьте на вопрос пока у нас в россии нет такого что медообразование для патологов но грозятся что будет вот и может быть если это будет отдельно какой-то факультет то наверное тогда да пока нет не нужно расслабим данная модель сдавала анализы микоз да сдавала девочки иногда при деформации ногтей когда они вот такие вот закругленные мне многие пишут что грибок они также видоизменяется при деформации все обработали после этого что я делаю я обезжириваю спиртом либо вашими что вы работаете обезжиривателями да убираю всю пыль вот так вот так вот что за кусачки наверное кусачки для свободного края продаются в магазинах где я буду устанавливать я постараюсь его сюда завести и вот сюда вот в этих местах где я буду ставить композит вот в этих точках я вот так вот хорошенечко взрыхляю этот ноготь с этой стороны чем отличается медицинский педикюр от подолога от аппаратного до эстетики когда вы работаете в эстетическом педикюре вы открываете карман для того чтобы завести гейлак при медицинском педикюре я лично не открываю этот карман я прохожусь просто барабаном и вы можете увидеть что кутикула ну вот этот проксимальный валик вот эта кожа она как будто бы запаяна она все хорошо обработана но здесь кармана нет и гейлак вы туда не заведете для меня отличие вот такой вот а остальные пальцы не обрабатываете? ну в данный момент нет у нас сегодня не тема обработки так как мы зачем взрыхлить? взрыхлить чтобы титаны чтобы экдезив лучше впитался в кожу ой в кожу в ноготь стоит установка нити установка нити стоит от 3000 рублей вот так как я ее убрала толщину я выбираю нити 14 размера где приобрести материалы для процедуры? да материалы можно в подошопах всяких приобретать в стоматологических кабинетах в этих магазинах кабинетах может кто-то продает ну а и у Владми вы можете взять в просторах интернета сколько стоит сами нити? сами нити вот именно этой фирмы которая у меня вот такой вот моток здесь пять метров четыре с половиной она стоит в районе двух с половиной трех тысяч рублей покупала я ее давно купите вам хватит на 20 лет установки титановых нити обувь клиента можно будет посмотреть? не в данном случае сегодня у нас установка а не с сбора нам не за хорошо так смотрите нанесла аддезив для этого я использую браши и полимеризую высота полимеризации где-то тоже пары миллиметра вот так вот эфир сохранить 10 секунд постараюсь сохранить с этой стороны все заполимеризовали остались должны остаться такие два мокрых пятнышка здесь не очень ну здесь не очень не выключил это не ладно или без света так вот я буду сейчас ей заводить титановой нить вот сюда что я делаю так как мне туда глубоко заводить нужно я беру материал установить такая лампа и наношу чем можно полезовать кроме стоматологического короче ну всякие лайт лампы есть фонарики видите у меня получается вот такая вот капелька видно я вот так вот сейчас ее положу кончик должен быть хорошо прилегать к ногтю и не вставать ну не подниматься так вот закрепили заполимеризовали какой материал заполимеризовали это ну это вот текучий композит который я вам показывала в начале у меня руки трясутся закрепили вот так вот после этого после этого не дергаю нить ничего не натягиваю кладу сверху еще материала если у вас будет цветной композит то титановая нить не должна просвечиваться так как у меня прозрачный композит он конечно просвечивает сколько ламп удержать 20 секунд 20 40 секунд у них у этих ламп есть таймер я устанавливаю на 20 секунд например еще 20 секунд сейчас могу заполимеризовать материал должен быть заполимеризован очень хорошо от чего зависит количество материала сверху его не должно быть много слишком потому что будут большие плюшки такие но и в то же время должно быть достаточно материала чтобы нить не отскочила после того как я заполимеризовала я создаю вот такую вот дугу вложу нить на ноготь видите как она у меня легла наивысшая точка у меня получается вот здесь вот здесь есть такое отхождение немножко от ногтя это ничего страшного почему потому что у меня здесь ноготь практически г-образный видите как он у меня уходит теперь я натягиваю придерживаю вот здесь вот пальчиком ногтем свои и спрашиваю что за материал материалы были все в начале эфира пересмотрите и фонарик тоже подойдет для приумеризации композита все 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 сейчас выпущу ну да должна быть достаточная мощность купите лучше сразу лампы не ищите себе какие-то вот под ноготь нить не заводится под ногтем такая нить не заводится это титановая нить а как вы ее заведете под ноготь онлайн курс есть онлайн курсы есть на антилопе наилс там у меня есть онлайн курс лучше конечно такие курсы проходить оффлайн артонексия это вообще очень интересная тема там уже написали что у тебя крутые курсы приходите не поверите ага все заполимеризовали над титановой нитью должно быть достаточно материала все ой я видела где он сделала больно я ногтем с вами после этого девочки я беру кусачки вот таким вот образом ставлю как можно ближе к к полимеру и вот так откусываю ни в коем случае не тянем иначе вы потянете за собой материал сделала больно немножко потянете за собой материал все вот она у нас установилась дуга хорошо ровно натянута все красиво вот здесь вот у нас остается кончик нити для того чтобы он не корябал клиента и не при но не доставлял дискомфорт я материал вот так вот прям снизу завожу убираю все с кожи вот это вот недостатки вот так вот и заполимеризую при этом боковой валик отодвигайте примерно примерно себестоимость процедура блин блин ну у нити и себестоимость процедуры очень маленькая на самом деле поэтому ее все так и любят ну приблизительно но я не знаю сколько там ну рублей пятьсот наверное если грубо так исходить смотря как вы рассчитываете себестоимость себестоимость услуги это же не только количество материала которые вы потратили да а еще также аренда помещения где вы снимаете электричество которое вы тратите зарплату которую вы там себе начисляете ну либо как вы там работаете вот вот такая вот установка у нас произошла себестоимость посмотрите как рассчитывается вообще себестоимость при коррекции какая цена должна быть если стоимость 3000 смотрите если у меня коррекция идет вот она сработает это не через месяц клиентка ко мне придет я посмотрю как сработало это не да она вытащит ей ноготь вот отсюда где ей больно вот отсюда на сколько процедур хватает композит композита хватает где-то на 10 процедур смотря какие вы плюшки будете ставить если будете аккуратненькие маленькие плюшки ставить вот это вот у меня считается нормальная плюшка можно конечно еще меньше поставить а если будете лепить плюшки большие то конечно же композит расходуется быстро как на вас подписаться дарина . подолок вот сейчас я напишу клиенту заложу еще вегазана у нас есть вот такой материал может быть кто знает осталось до эфира ой девочка у нас пять минут до эфира до конца до окончания эфира мы с вами уже заканчиваем я думаю что я вам в данном случае нить будет одна в данном случае будет нить одна да где будет сохранен эфир на здесь же очень подробно спасибо вот смотрите есть такой лигозан у нас есть еще вот так вот экстракт монарды я использую чтобы завести мне лигозана помягче вот так вот и чтобы клиенту не было больно так вот я каполин можно конечно можно что у вас есть у меня элигозана и каполин могу завести то и то я и завела и с этой стороны вот так вот и потом уже смажем посмотрите какой у нас красивый ноготочку и получился да всегда фоткайте до и после процедуры обязательно девочки вот смотрите какая красивая титановая нить вы будете просто кайфовать от своих работ а клиенты от своих ноготочков потом нравится все задавайте мне вопросы где покупать монарду экстракт монарды я покупаю в родниках Сибири так сколько ходить сколько ходить с ней месяц через месяц она ко мне придет чтобы я посмотрела динамику так домашнее задание спрашивает так домашнее задание девочки конспекты пожалуйста фотографируйте экраны с отметкой пода нашего марафона да и также с моими если вам понравился наш эфир и домашнее задание конечно же можете выполнять установить титановые нити и сбросить мне я посмотрю конспекты также чтобы регулировать все ли вы записали все ли вы правильно поняли можете тоже скрины сбрасывать и у кого все будет правильно и верно я думаю что мы разыграем с вами приз сейчас покажу какой давайте давайте разыграю я с вами вот такую вот архат можно сразу же мазать маслом да можно почему нет если нет динамики то в чем ошибка надо смотреть в обувь во-первых обращаем внимание на обувь клиента а во-вторых в установку сколько стоит эта процедура три тысячи в данном случае клиент может дома пользоваться монардой но когда мы устанавливаем титановую нить конечно излишки вот этих препаратов масляных лучше исключать ну а так клиент приходит ко мне раз в месяц на педикюр поэтому в принципе ну лучше маслянистые конечно вот эти вот они дают дадут могут дать отслойку опять-таки не у всех клиентов но бывает что дают сохраните эфир пожалуйста можно презентацию аркада класс спасибо большое давайте девочки кто сделает домашнее задание хорошо она будет следующий конспект отметка меня и по до марафона в своих stories если кого-то получится уже отработать фото работ и разыграем тогда аркаду с вами кто больше ну кто лучше всего сделает это тогда я какие рекомендации по уходу для клиента рекомендации по уходу здесь может быть следующее исключить обувь девушка пишет масло нельзя на нить ну не используйте если нельзя я работаю только в динамике тогда покажи скажите мне причину почему цену коррекцию так и не сказали цена коррекции если вы берете новую нить и заново устанавливаете это такая же стоимость если я сниму ей эту нить и переустанавливаю выше просто то я возьму просто тысячи рублей но все опять таки смотрите по регионам ваши платеж способность ваша хранится ли эфир больше сейчас переживаю сохранится все тогда мы выходим всего доброго всем до свидания большое спасибо за эфир всем пока пока так так завершу